А работники системы ЖКХ России в воскресенье отметят профессиональный праздник. В честь этого лучших работников отрасли в пятницу пригласили в музыкальный театр имени Яушева. Там прошло торжественное собрание, а Евгений Симкин нашел в Саранске непьющего сантехника. И с удивлением для себя обнаружил, что таких в столице сейчас большинство. Сантехник Сергей в подземных коммуникациях, как рыба в воде, когда начинал работать, а было это в середине 90-х, в воде он находился буквально. Подвалы многих домов были затоплены, трубы текли. Сейчас почти образцовый порядок. Коммунальщики готовятся к окончанию отопительного сезона. Ну да, здесь было так-то. Трубы были все старые, ремонт был относительный. Ржавое все было, конечно. Сейчас пришли на современные оборудования, везде ставится полипропилен, он долго служит, показал себя с хорошей стороны. Этой зимой самым трудным испытанием для коммунальщиков «Химаша» стал аварийным гестральной теплотрассе компании «Т-Плюс». Это не зона ответственности городской управляющей компании. Но именно Сергею и множеству коллег пришлось рано утром быстро обойти все подвалы и закрыть задвижки, чтобы теплая вода осталась в батареях и не дала жителям на этажах замерзнуть. Стремительно уходит в прошлое и образ типичного советского сантехника, немного поддатого маздоимца. В ответ на провокационный вопрос Грачев только улыбается. Говорит, пьяницам в системе ЖКХ сейчас не выжить. Я так-то вообще-то по праздникам только употребляю. Коллеги? Ну и коллеги тоже бывают по праздникам. Так-то у нас коллектив не пьющий, все это не позволяем, зачем это нужно. В Мордовском жилищно-коммунальном хозяйстве работают 9 тысяч человек. Лучших в отрасли пригласили в музыкальный театр на традиционное торжественное собрание. Сергей Грачев в первом ряду. Вместе с коллегами он слушает спикера регионального парламента. Владимир Чебиркин в целом коммунальщиков хвалит, но есть недостатки. Вместе с ЖКХ еще очень много проблем. Работа в отрасли часто подвергается критике. Многие проблемы связаны с тем, что основные фонды устарели. И морально, и физически. Повсеместно имеется изношенное оборудование. Более половины коммунальных сетей нуждаются в замене. Сергей Грачев из рук Владимира Чебиркина получает почетную грамоту Республики Мордовия. Его шеф, директор Октябрьской ГУК, стал лауреатом госпремии. Наград было традиционно много. Неизвестным осталось лишь одно. Задал ли Грачев Чебиркину вопрос, который его давно волнует? Ничего, скажу, зарплату мог бы и поднять. Маленечко. Евгений Семкин, Валерий Балаев, Александр Данилов. Наши новости.